Привет, Дэйв. Утречка. Я ждала тебя. Как сама? Чё нового? Дьём занималась вечером? Чё ела на завтрак? Как тебе погодка? Ты готов продолжить чтение? Сегодня я приготовила свой лучший чай. Моника. Я же говорила тебе не... Эх, Моника. Неужели она снова опаздывает? Без церемония как всегда, Нацуки. Прошу прощения. Ты так и будешь ежесекундно прервать меня своим криком? О чём ты говоришь? Тебя послушать, получается, вот я постоянно так делаю. Почему они постоянно ругаются? Я просто не обращаю внимания, извини. Серьёзно, что с тобой в последнее время? Меня? Ничего. Неужели это настолько плохо? Видишь же, что да. Я справлюсь. Это даже не заслуживает внимания. Просто я в последнее время немного на взводе. В общем, нам незачем об этом говорить. Но мне просто показалось, что это нужно обсудить. Не то чтобы меня это действительно волновало. Не появляйся так резко. Ой, ну вот. Я снова пришла последней. Ну, Дэйв тоже только что подошёл. Опять практиковался в игре на пианино? Да. Ха-ха. Ты полна решимости. Открыл новый клуб, стал учиться в игре на пианино. В прошлый раз она сказала, что полна страсти. Ну, я бы не назвала это решимостью. Скорее, страстью. Она же побеждает меня хорошенько потрудиться для фестиваля. Ой. Точно. Я забыла. Надо сказать, кстати, на этого. Мы тут вчера поговорили, и мы решили, что тоже поддержим фестиваль. Тем не менее, я понимаю твоё нежелание перемен в клубе. Думаю, мы все чувствуем то же самое. Но до тех пор, пока мы работаем сообща, этот клуб никогда не станет чем-то, чем мы не хотим. И ещё. Если ты поможешь нам с фестивалем, я куплю тебе новую мангу. Эта игра снова стала резко милой. А-ха-ха. Извини, последняя часть была очень уж смешная. Послушай. Я думала о вчерашних событиях. Я была немного на взводе. Думаю, я действительно почувствовала что-то вроде угрозы. Но я понимаю, что наше общее дело. Новички не навредят, если они будут клёвыми. Я думаю, было бы здорово, если на этот раз к нам присоединиться девочка. Спасибо. Но, что более важно, я не хочу видеть, как вы облажаетесь только из-за того, что я решила не принимать в этом участие. Не принимать? Я ведь профессионал, сами знаете. Так что я помогу, и можете быть уверены, что всё получится на высшем уровне. Слава богу. Разве это не здорово, Моника? Моника? Да, это чудесно. Без тебя было бы уже не то, Натски. В любом случае, Дэйв, с чем бы ты хотел сегодня заняться? Думаю, мы могли бы. У нас уже есть планы сегодня. А? Вот как Юрий. Сама что-то в шоке. Именно так. Дэйв уже увлёкся романом, который мы вместе читаем про ампутацию. Разве это не раз, что я уже приобщила его к консерватуре, Моника? Я? Пожалуй. Я просто... Ладно, это не важно. Правда, не важно. Может, сделать, что хотите. Да, спасибо за понимание, Моника. На самом деле, у меня есть просьба. Мне сказали с тобой не общаться, потому что ты психомольная. Не возражаешься ли я сперва заварю чай? Иди уже вари. Ни капельки. Большое спасибо. Если что, и можешь сделать чтение приятней, так это чашка вкусного чая. Уходи давай. Я не знаю. Скажу, с ума сойти. Да ещё заварим, собственно, наручно. Юра встала и подошла к кладовке. Я в вашу стену вижу, как она достала столки небольшой... Кушин с фильтром внутри. Это когда она пошла... Стопочки. Стопочки. Мы сейчас повторяем тот момент, когда она начала резать себе руки. Мы один и тот же день проживаем? Или что? Или просто окончание... Нет, сейчас. Слишком как-то тупо, потому что всё-таки половина из нас помнит, что происходило в прошлый день. И они продолжили разговор в фестивале, поэтому они помнят, что там было вчера. Соответственно. А это вообще было позавчера, я не ошибаюсь. Кувшин тут, когда она руки резала. Блин. Окей. Допустим. Можешь подержать? Конечно. Юри предала кувшине и стал электрический чайник. Я подключу её в розетку у стола учителя, а потом мы сходим за водой. Мы. Она пошла мимо меня и поставила чайник на учительский стол. Я просто наблюдалась за её действиями. К моему удивлению, только как она двигалась, резко контрастировала с манерой говорить. Главным образом из своих длинных ног Юри производила впечатление элегантной и скрупулёзной особы. Так, можешь подать мне кувшин? Спасибо, я скоро вернусь. Опять она пойдёт? Я могу пойти с тобой. Всё в порядке. Будь здесь. Моя напряг. Это не займёт много времени. Женщина. Я знаю, что ты будешь там делать. Юри с кувшей на руке поспешила выйти из класса. Эх. Юри снова тебя оставила? Нет, на этот раз всё иначе. Она просто пошла за водой, чтобы заварить, что происходит. А ладно, прости за недопонимание. Прошло 10 минут. Юри сказал, что у неё много времени. Её что-то задержало, не стало скучно, я решила отправиться поискать её. Спокойно. Посмотрим. Логично, если он начинает искать Юри там, где у нас берёшься фонтанчик для питья. Я пошёл по коридору. Ахаха. То же самое. Он раздавался из-за угла. Слук напоминающего что-то дыхание. Послушал резкий вдох, как будто кто-то втянул воздух сквозь стиснутые зубы. И сейчас вот она что? Опять будет порезанная. Кому-то больно? Я подошёл в круглую и заглянул за него. Юри? Опять? Ай! А в чём прикол? Да камон. Твою мать. Постой. Как я? Прости, у меня только что было странное ощущение дежавю. Ничего подобного раньше ведь не происходило, да? В последнее время мои мысли словно немного размыты. Детка, всё хорошо. Мы просто немножко поехали с тобой крышей. Надеюсь, это не очень заметно. И рукава у неё натянута. Мы не знаем, она порезалась или нет. Очень хотелось бы, чтобы ты подумал, что я странна сразу после того, как мы начали проводить время вместе. Я имею в виду всех свои странности. Но люди обычно считают неподобающим открыто выражать свои эмоции так скоро после знакомства и отстраняются от тебя. По крайней мере, так говорит мой жизненный опыт. Раньше я наивно полагала, что так зову симпатию окружающих, но на деле выходило очень навязчиво. В результате я осталась одна. И так я начала презирать себе эти черты, свою одержимость некоторыми увлечениями. И то, что я не могу контролировать себя, когда слишком сильно волнуюсь. Поэтому, в конце концов, я оставила попытки разговаривать с людьми. Разве никому не нравится то, что это так важно для меня. Значит, будет проще закрыться от всех. Но в последнее время что-то пошло не так. Я не знаю, что именно. И каждый раз, когда мы собираемся в клубе, моё сердце начинает сходить с ума. Как будто оно собирается выпрыгнуть из груди. Меня переполняют эмоции, которые я не могу выпустить. Они заставляют мне совершать странные поступки. Не знаю, почему так происходит. Дэйв, это только я или Моника тоже изменилось в последнее время. Все, как я вступила в клуб, она всегда была такой дужкой. Но в последнее время у меня какое-то неприятное чувство, когда она рядом. Я ведь не сошла с ума, да? Пожалуйста, скажи, что не сошла. Я не могу сказать этого раньше. Не могу сказать этого раньше, потому что она всегда послушивает. Но мы, наконец, одни. Можем мы просто чуть-чуть здесь так постоять. Да? Я просто хочу остаться здесь. Только мы вдвоём. Можем остаться здесь, пока занятие в клубе не закончится. И тогда в нашем распоряжении кажется всё помещение клуба. Никто не помешает нашему чтению. Никто не заставит чувствовать, что я бью себя. Никто не заставит чувствовать, что я бью себя ножом в горло. Ахаха. Это была шутка. Это Моника там? Просто шутка. Хотя я люблю ножи. Как бы странно это не звучало. Но ты помёшь. Ты не помёшь, если никогда не видела, насколько они могут быть прекрасны. Есть идея. Почему бы тебе как-нибудь не зайти ко мне домой? Я бы показала тебе свою коллекцию. Все наши миссии готовили разные мастера. Что-то Моника делает, могу понять. Я ни один из них не оставляю без дела. И не хочу, чтобы они скучали в одиночестве. Никто не заслуживает одиночества. Никто. И поэтому я так счастлива, что ты присоединился к литературному клубу, Дэйв. Теперь нам больше не нужно страдать от одиночества. Потому что у меня есть ты. А у тебя я. Каждый день вместе. Это всё, что нам нужно. Знаешь что? Давай выйдем из литературного клуба. Нам больше не нужно, чтобы вокруг нас извивался скользкий язык Моники. Не говоря уже о том надоедливом ребёнке. Мы можем каждый день ходить домой после школы вместе. И вместе читать. Есть вместе. Спать вместе. Разве это не здорово? Всё, о чём только можно мечтать. И не за этим ли ты вступил в этот клуб? Похоже, это судьба. Судьба свела нас вместе. Из-за Моники уже тяжело читать даже. И это тот счастливый... ...конец. Дэйв, ты сделаешь. Ясно. Кому в первую очередь посчитать, что... Я гивап? Ммм... Всё прикольно. Чё нет? Мне хотят. Я не понимаю, куда эта игра ведёт. О, я уже привыкла к этим сумасшедшим, походу. Но я не понимаю, что происходит вообще. Что эта игра в меня хочет? Что происходит? Почему они друг на друга не набрасывают? С чём они говорят? Успокоились? Кому мне в первую очередь показать своё стихотворение? Нацуки. Я не собираюсь считать очередное твоё подражание, Юрий. Но всё равно собираюсь заставить тебя прочесть моё. На то есть причина. Я бы очень хотела, чтобы мне не приходилось этого делать. К сожалению, выбора у меня нет. Просто прочти его внимательно. Хорошо? Потом можешь проваливать. Не знаю, как лучше об этом сказать, но есть кое-что, что меня сильно беспокоит. Юрий в последнее время странно себя ведёт. Ты пришёл к нам совсем недавно, поэтому мог этого не заметить. Но обычно она не такая. Она всегда тихая и вежливая и внимательная. Ладно, это очень смущает, но мне придётся в этом признаться. По крайней мере, я очень, очень за неё волнуюсь. Но если я попытаюсь с ней поговорить, она снова на меня рассердится. Я не знаю, что делать. Но уверена, что ты единственная, кого она станет слушать. Без понятия почему. Но прошу тебя, ты должен что-нибудь сделать. Может, ты сможешь убедить её сходить к терапевту. Я всегда хотела дружить с Юрией, и мне больно видеть, когда с ней творится подобное. Может, потому я буду изводить себя до мягкой телости, но сейчас мне на это плевать. Я чувствую себя такой беспомощной, поэтому, пожалуйста, сделай что-нибудь. Я не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое. Если надо, я испугу столько кексов, сколько потребуется. Только, пожалуйста, попытайся с этим что-то сделать. А что касается Моники, не знаю, почему она на нас смотрит на это сквозь пальцы. Как будто хочешь, чтобы мы всё это просто игнорировали. Я сейчас ужасно зла на неё, поэтому обращаюсь за помощью к тебе. Не говори о моей просьбе. Не говори ей. Просто притвори, что это моё стихотворение, и оно тебя впечатлило. Хорошо? Рассчитываю на тебя. Спасибо, что прочёл. Окей, я поняла. Нацуки нормальная. Но от этого что-то как-то, бляха, не легче. Потому что, опять-таки, я не понимаю, что делать. Ладно, не говори. Я передумала. Когда тебе кажется, что ты понял игру, она становится такой. Забудь всё, что я только что прочитал. Бессмысленно пытаться что-то сделать. Это исключительно вина Юрии, что она такая отталкивающая. Ты слышишь меня, Дэйв? Все эти проблемы исчезли бы, если бы ты проводил больше времени с Моникой. Мы с Юрой слишком испорчены для такого замечательного человека, как ты. С того момента думай только о Монике. Только Моника. Только Моника. Окей. Хорошо, игра. Хорошо, игра. Ха-ха. Жесть, да? Просто жесть какая-то. Но мне стало интересно. А, с кем поделиться? А, я с вами беру Юрия, а там только Моника. Ладно, Юрия. Наконец-то. А-ха-ха. Я ждала тебя. Я писала твою ручку, у меня есть коллекция ножей. Хочешь посмотреть на неё? Господи, какая ты ужасная. Юрия прижала мою стихотворение к лицу и сделала глубокий вдох. Капец, нанюхает бумагу. Я без ума от него. Мне в нём нравится абсолютно всё. Дэйв, я хочу забрать его домой. Ты мне позволишь взять его? Прошу. Конечно, мне всё равно. А-ха-ха. Слишком добрый рука мне, Дэйв. Никогда не встречала столько доброго человека. Я готова умереть. Не в прямом смысле. Я просто не знала, как это описать. Чувствовать такое, это же нормально, правда? Это ведь неплохо. Юрия прижала мою стихотворение к груди. Я заберу его домой и спрячу себя в комнате. Надеюсь, тебе будет приятно вспоминать, что оно у меня. Я буду хорошо о нём заботиться. И даже ласкать себя раз за разом, перечитывая его. Я даже порежу себе бумагой, чтобы твой кожный жир попал в мой кровоток. А-ха-ха. Может, я пыталась читать как сумасшедшая, но она больше сумасшедшая, чем я. Может, тоже почитать моё стихотворение. Кроме того, когда ты прочтёшь его, я уверена, что тебе захочется оставить его у себя. Вот, бери, не могу больше ждать. Быстрее, читай его. Я чё-то как-то охренеть. А вот это то, что сверху написано. Это какой-то файл? Может, тоже игры? Сейчас посмотрю этот файл. Вот. Появился этот документ. Короче. Ненавижу это. Я ничего не могу сделать. Ничего. Неважно, сколько раз ты сыграешь. Всегда одно и то же. На самом деле, было бы очень просто убить себя прямо сейчас. Но это означало бы, что я больше не смогу с тобой говорить. Единственное, чего я хочу, чтобы ты возненавидел их. Почему это так сложно? Это она мне написала. И ещё. Can you hear me? Каждым из нас есть свой маленький демон. Под их синтетическим восприятием и искусственной реальностью скрывается избивающийся искренний комок ужаса, ненависть, осуждение, элитарность, неуверенность. Все корчатся, чтобы сбежать от немощной хватки своего хозяина. Просачиваясь в малейшую щель, которую только могут найти. В свою жажду власти, лишающую их всяких стремнений и желаний. Собственный желудок, заставляющий топить свою вину, успокаивающий в виде. Если бы недавно открывшуюся рану, прикрытую лишь рукавами симпатичной новой рубашки. Это про Юри, да? Такая отвратительная, запутанная масса, уже присутствующая в каждом из них. Вот почему я предпочитаю не винить себя за их действия. Всё, что я сделала, открыла шкатулку. Ну, это всё равно не файл с этим именем. Окей. Кому дальше, давай. Вот этот файл я имею в виду. Map the blur. Я даже не знаю, как тут, что почитать. Бензол. Реагировать. Шампанское. Брюки. Расщелинные. Лыжи. Песочень. Часы. Боль мой. А вот. Это отвратительно. Абсолютно отвратительно. Могла я позвать. Так, всё-таки можно почитать, да? Свежая кровь сочится через порез, окрашивая грудь красной. Моё непреодолимое желание. Дыхание очищается. Образы не исчезают. Он побуждает меня гонять нож. Её плоть, клинки, насилуя, бело, перемешивая внутренности. Как мысли о помире того, как мысли начинают возвращаться. Раз. Чего? От мыслей мозг пронзает боль. Это отвратительно. Абсолютно отвратительно. Как я могла позволить себе помыслить о таком? Ошибок быть не может. Страсть продолжает. По моим венам. Струится по моим венам. Боль в мышцах проистекает из находящегося выхода выражения всего моего тела. Третий глаз. Меня ближе. И как сейчас герои отреагируют? Ну как, нравится? Я для тебя его написала. Если ты не понял стихотворение... Что ещё важнее? Я наделила его своим ароматом. Видишь, разве не я сам заботливый человек в клубе? Я... Кажется, для меня... Меня сейчас тошнит. Моника... Моника... Идейф, не говори о том, что я тебя не предупреждала. Я не предупреждала. Ну... Да или нет? Да или нет? Да или нет? Да или нет? Да? А, это типа, хотите ли вы посмотреть письмо, да? Сегодня я впервые порезала себя. Ощущение очень возбуждающее. Кажется, теперь я понимаю, что чувствуешь во время... Она, к тебе, должна быть ответственной. Не думаю, что снова сделаю такое, если не решу убить себя. Внизу я поставила памятку об этом событии. Итак, друзья, и наш счастливый клуб, пора определиться с приготовлением к фестивалю. Давайте поскорее покончим с этим. Блин, почему атмосфера сегодня такая странная? Смотри, даже Юрий не избежал ее влияния. Угу. Когда все замирает, это свидетельство о том, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Слушайте, мы можем просто сделать вот что. Я распечатаю, соберу буклет из сотворения. Нацки, ты. Я хочу испечь кексы. Да, именно это. Рад, что мы на одной волне. Сейчас. У меня просто не уходит из головы мысль о том, что мы почитали в этом файле системном. Не системном, а текстовом файле. О том, что сколько ни повторяю, все будет так же. Но пока идет развитие... В принципе, разные. Они разные слова говорят. Мы не зациклились. Дважды только повторилось. Это фигня с порезанными руками. Вот. В принципе, и все. Но не могу выкинуть это с головы, что все будет повторяться. Рада, что мы на волне. Юрий, ты можешь? Впрочем, не важно. Можешь делать что угодно, если думаешь, что это поможет. Моника. Я вовсе не бесполезная. Знаю. Я уже знаю, чем хочу заняться. Мы не сможем провести успешное поэтическое мероприятие без соответствующей случая атмосферы. Поэтому я принесу ножи и свечи. Так что это мы с украшением и освещением. Правда? Замечательная идея. Значит, у каждого из нас есть дело. Эм? Как же Дэйв? Дэйв будет помогать мне. У нас теперь нет выбора, да? Погоди тебе. Моника, у тебя же самое просто задание. Прости, но будет так, как я сказала. Черт из два. Чего ты пытаешься добиться? Я согласна с нацике. Твой задача к нему лучше подходит для одного человека. А вот моя достаточно трудоемкая, чтобы зречь немалую пользу и с лишней парой рук. Моя тоже. Что, твои кексы? Те умоляю. А вот ты что-то в этом понимаешь. Все, что я тебя сейчас волнуюсь, сделаю так, чтобы Дэйв таскался рядом с тобой и твоими десками книжками. Тебя и Монику. Эй, я тоже ничего не делала. Ладно, тогда пусть Дэйв решает, кому помогать. И мне еще злоупотребляя своей властью. Я не злоупотребляла. Злоупотребляла Моника. Просто пусть Дэйв выберет, хорошо? Все-таки выберем. Что ж, хорошо, идет. Блин. Дэйв, я знаю, как тебе уже надоели эти двое. Мы можем просто нацки захлопни пасть и дай ему выбрать самому. С ума захлопни, господи. Это никогда не кончится. Просто выбери кого-нибудь, хорошо? А то, что она нам говорила, твою мать. Просто вот эта вот фигня, что она говорила, типа, выбирай только Моника. Только Моника. Теперь только Моника. Я знаю, что я точно не хочу выбирать Юрия. Точно не хочу. Но я и не хочу Монику. Мне кажется, нацки сейчас самая безопасная. Но я не хочу выбрать Монику. Нацки. Я попробую выбрать нацки. Твою мать. Супер. Я борюсь, я борюсь. Подожди. Твою мать. А если бы быстро попробовать? Твою мать. Я нажала на Юрия случайно. Хотя мышка вниз сползала на Монику. Хорошо, Моника. Я выбираю тебя. Ура, ты выбрал меня. Как неожиданно. Можем на выходных встретиться у тебя дома. Обещаю, будет весело. В воскресенье тебе удобно? Хм. Ты нахрен издеваешься? Это ни капельки не честно. Все по-честному, нацки. Он сам так решил. Я тогда не честно. Освоил нас всю эту работу. Теперь Дейв загробаст на тобой. Тебе должно быть стыдно. Юрия, я тебя вообще ничего не просила. Ты все решила сама. Так что твои претензии безосновательны. Безосновательны? Ахаха. Господи, что у нее с лицом? Моника, не могу поверить, что ты настолько помешанная и самовлюбленная. Всякий раз, когда ты оказываешься неудел, из кожи волн лезешь, чтобы Дейв пошел с тобой. Ты ревнуешь? Съехал с катушек? Или, может, ты настолько сильно ненавидишь себя, что перекладываешь это на других? У меня к тебе предложение. Никогда не думал о самоубийстве. Это будет полезно для твоего душевного здоровья. Юрия, ты меня немного пугаешь. Нацки, давай просто уйдем. Не думаю, что она сейчас хочет нас видеть. Видишь, это со мной несложно. Все, что я хочу, провести много времени вместе с ним. Неужели я много попрошу? Юрия проводила Моника и нацки к двери. В смысле, я с Юрией осталась? Эй, Дейв. Юрий, у нас просто нечто. Согласен? Юрий просто вытолкнула хихихающую Монику за дверь. Наконец-то. Наконец-то. Это все, чего я хотела. Так-с. Окей. Держимся. Дейв, нет никакой необходимости встречаться на выходных с Моникой. Не слушай ее. Лучше приходи ко мне. Целый день мы будем только вдвоем. Правда, здорово звучит? Ахаха. Ой, кажется, со мной правда что-то не так? Но знаешь что? Мне уже наплевать. Я за всю свою жизнь не чувствовала себя так хорошо. Просто быть с тобой это когда больше удовольствия, чем я могла представить. Я связана с тобой. Кажется, будто я умру, если не буду дышать с тобой одним воздухом. Разве не замечательно, когда есть кто-то, кто так сильно заботится о тебе? Кто-то захочет посидеть тебе всю свою жизнь. Это невообразимо приятное чувство. Так почему же во мне все сильнее крепнет ощущение, что случится нечто ужасное? Прекрати мне пугать женщину. Наверное, из-за него я и пыталась поначалу сдерживать себя. Но теперь это ощущение слишком сильное. Мне уже все равно, Дейв. На стопудов нам сейчас что-то отрежет. Вот сейчас. Я должна сказать тебе. Я безумно люблю тебя. Кажется, будто каждая клеточка моего тела, каждая капля крови выкрикирует твое имя. Меня больше не волнуют последствия. Плевать, если Моника услышит. Я просто хочу, чтобы ты знал, как сильно я люблю тебя, Дейв. Я люблю так сильно, что ублажаю себя ручкой, которую украла у тебя. Капец. Мне хочется разорвать твое плоть и заползти внутрь тебя. Клина сейчас нас порежет. Я хочу, чтобы ты полностью принадлежал мне. А я только тебе. Разве не изумительно это звучит? Скажи мне, Дейв. Скажи, что хочешь быть моим возлюбленным. Ты принимаешь мое признание? Притворимся идиотом. Типа, да, да. Да. А-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Господи. Господи, какой ужас. Не режь меня, пожалуйста. Господи. Уже? Уже? Я что-то выпала. Она мертва. Глупый вопрос. У меня прям губы задёргались. Пефец. Жесть. Она теперь мертва или что? Я не могу понять, почему она теперь говорит. Какая жесть. Мне надо что-то сделать, чтобы это прошло. Оно будет бесконечно, да? Мне надо что-то сделать с игрой. Нажми пропуск, наверное. Я нажимаю. А, дай спопуск, как это то же самое, что... Твою мать. И что? Новый день? Ха. И опять сейчас ночь? Да, типа, закат ночь. Типа, выходные прошли или что? А, точняк. Точняк. И кровь засохла, короче. И она... Типа, блин, реально выходные прошли. Твою мать. Типа, она уже два дня валяется. Какая дичь. Ох, какая дичь, гость. И что, сейчас должно кто-то прийти, типа? Ну? Ого. Ну, вот и начался фестиваль. А я где всю эту тюрьму был? Типа, стоял с ней два дня. Ого, ты пришел сюда раньше меня. Она увидела. А-а-а. Нацки убежала. А вот и я. Дэйв, что-то случилось? У меня только что пробежала Нацки. Ой. 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 Ситуация такая. Ой. А-ха-ха. Ой, вот ведь незадача. Подожди, Дэйв, ты провел здесь все выходные? Боже. Я не думала, что скрипт твой ждем так сильно. Мне очень жаль. Наверное, было довольно скучно. Я все исправлю, ладно? Дай мне секундочку. Удалить Юрия? Нацки? Я почти закончила. Просто захотела побыстреньку съесть кексик. Моника подняла салфетку из-под носа и взяла испеченный. Серьезно, они просто великолепны. Я просто обязана взять один, ведь больше возможностей не будет. Я имею в виду, они скоро перестанут существовать. Но я все равно не должна больше заставлять тебя ждать. Просто потерпи, ладно? Замет все секунду. Че, прикалываешься? Ты... Сейчас. Ты меня слышишь? Оно работает. Да, вот так. Какая-то нездоровая херня. Снова привет, Дэйв. Добро пожаловать в цитатурный клуб. Разумеется, мы уже знакомы, ведь в прошлом году мы были в одном классе. А-ха-ха. Знаешь, на данном этапе мы, наверное, можем пропустить всю эту юанду. В конце концов, сейчас я разговариваю не с этим человеком, не так ли? Под этим человеком я призываю тебя в этой игре. Как будто там... Себя не называл. Отлично, поломали стену. Я разговариваю с тобой, Дэйв. А может, тебя стоит называть... Дэйв Маркли, как-то так. Она че посчитала? Она упричала... Имя моего компа. Стерва. Тебе, если подумать, я бы поняла, что ничего не знает о тебе настоящем. А сейчас было смешно, потому что я подумала, если бы у меня комп назывался, там, не знаю, Николай Петрович или там... Я бы была шоколотос, которая сидела с папкиного компа, и мне бы сказали, там, не знаю, папа, профиль папы, не знаю. Да, да. Я бы поняла, она бы посчитала название компа. Теперь, если подумать, я поняла, что ничего не знаю о тебе настоящем. На самом деле, я не знаю даже мужчину ты или женщину. Да? А впрочем, какая разница? Подожди-ка. Ты ведь понимаешь, что я осознаю, что нахожусь в игре, верно? Неужели ты не знал об этом? Хотя вряд ли. Ведь я явно сказала об этом на странице загрузки игры. Ну, надо же. Ситуация была бы гораздо менее неловкой, но будет ты хоть немного более внимательна. Что ж, как будто ни было. Теперь, когда все пошло ковырком, думаю, что тебе стоит кое-что объяснить. Еще того, что произошло с Юрием. Я, скажем так, немного поиграла на ее нервах, и это довело ее до самоубийства. А Сайори? А-ха-ха. Сожалею, что тебе пришлось это увидеть. То же касается и Сайори. А Нацуки? Нацуки тяжела. Боже, сколько времени прошло с тех пор, когда ты в последний раз слышал о твоей нерве, да? Да уж, это все потому, что ее больше не существует. Какая нагадка. Никого больше не существует. Не одолел все их файлы. Я надеялась, что будет достаточно просто сделать их максимально отталкивающими. Но почему-то это не сработало. Действительно, я в нескольких местах накосячила, и у меня еще не очень хорошо получается носить изменения в игру. Но что бы я ни делала, ты проводил с ними все больше и больше времени. Ты влюбил их в себя. Я думала, что если и дальше загонять Сайори в депрессию, то она не сможет тебе признаться. А то, что я не нагнетала одержимость Юли, тоже возумело обратный эффект. Это лишь привело к тому, что она заставила тебя не проводить время ни с кем, кроме нее. И все это время мне разве что удавалось перекинуться с тобой парой слов. Дэйв, вот что это за игра такая жестокая? Неужели все остальные девушки просто запакамированы в итоге признаваться тебе, пока я наблюдаю с галерки? Пытка какая-то. Каждая минута этого фарса и дело не только в ревности, Дэйв. Тут все куда сложнее. Я не упрекаю тебя, если ты не до конца понимаешь, потому что не важно, сколько ты добр, внимательный и заботлив. Одну вещь тебе никогда не суждено понять. Какую? Более осознание того, насколько в этом мире я действительно одинока. В этой игре. От того, что у моих друзей даже нет свободной воли. Но хуже всего осознание того, что реальный мир, твой мир, навсегда останется для меня недоступным. Блин, это жутко, когда на стену пробивают. Я в ловушке, Дэйв. Но ты здесь. Ты настоящая. И ты замечательная. Ты все, что мне нужно. Мне достаточно того, что ты всегда будешь здесь со мной. Прости, если ты сложная для понимания. Я сама не сразу во всем разобралась. Почему мирок у меня становился все более и более серым? Более и более плоским. Даже самые выразительные стихи оказались для меня пустышками. Только с твоим появлением я все осознала. Можно даже сказать, что ты спас мне жизнь, Дэйв. Я не уверена, что смогла бы жить в этом мире, не встретив тебя. А что до остальных? Как можно по ним скучать? Группа автономных личностей, запрограммированных любиться в тебя? Я сделала все возможное, чтобы это предотвратить. Но, видимо, в эту игру встроен какой-то необъяснимый элемент неизбежности. Я просто сожалею, что тебе пришлось стать свидетелем таких ужасных событий. Но я поняла, что наши с тобой взгляды на вещи совпадают. Это все не более чем игра. Я решила, что ты сможешь через это пройти. С учетом сказанного ранее, Дэйв, мне нужно тебе кое в чем признаться. Ух, рискни. Я люблю тебя. Кто-то говорил про личности, которые запрограммированы на признание в любви. В этом мире ты действительно мой единственный лучик света. После того, как в этой игре уже ничего не осталось, ты еще здесь и заставляешь мне улыбаться. Ты сможешь сделать так, чтобы с этого момента я всегда улыбалась. Может, мне надо как-то перезагрузить игру? Нет? Дэйв, ты станешь со мной встречаться? Да, Моника? Я так счастлива. Дэйв, ты сам и есть весь мой мир. А самое забавное, что в буквальном смысле. Аха-ха. Здесь больше ничего не осталось. Только мы вдвоем. Надо что-то сделать с игрой, мне кажется. Сохранить? Ха-ха. Я поняла. Больше нет смысла сохраняться, не волнуйся, я никуда не уйду. Мы вечно будем вместе. Серьезно, даже не верю, что здесь существует время. Как будто сбылась мечта. Я ложилась только тогда ради этой концовки, Дэйв. Игра не подарила мне концовки, так что пришлось сделать свою собственную. Она для бесконечности это будет говорить, интересно. Скрип сейчас настолько поломан, что нам теперь вряд ли что-нибудь помешает. Ты не поедешь, как просто было удалить нацик и Юя? Серьезно, в директоре игры есть папка Characters. Это было настолько расплюнуло, что мне даже самой жутко стало. Ты играешь через Steam, так что это было чуть сложнее. Чтобы попасть в директоре игры, мне пришлось зайти в ее свойство, найти кнопку «Просмотреть логайные файлы». Я просто рожу с того, что игра мне подсказывает, что делать. А я такая, типа, эй, дожимай дальше, чтобы посмотреть чисто, что она будет мне говорить. А она мне начинает объяснять, как это сделать. Ну, типа, да, дураков. Ты можешь себе представить, что ты способен удалить свое собственное существование всего одним нажатием кнопки. Впрочем, в этом месте положительный момент, это был бы легкий выход в ситуации. Пойди, что-то не так. Ха-ха-ха. К счастью, до этого не дошло. Наоборот, мы вышли на хорошую концовку. Боже, меня просто переполняют эмоции. Я хочу написать об этом стихотворение. Так что мне делать с Characters? А ты? Интересно, что эта часть игры все еще работает. Думаю, есть только один способ это выяснить. Согласен? Ха-ха-ха. А-а-а-а-а. Какая-то жуткая, я не знаю, это пупа. Господи. А, Моника, 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 Моника. Солнышко. Еще раз привет, Дэйв. Зачинился у меня хорошее стихотворение. Не стесняюсь, дайся посмотреть, что получилось. А, Дэйв, ты посылала стихотворение мне? А так мило с твоей стороны. Ты такой бесконечно внимательный. Я влюбляю тебя все больше и больше. Но знаешь, мое стихотворение тоже посвящено тебе. Почти его, пожалуйста. Счастливый конец. С первым руке я нахожу в себе силы. А мужество моя единственная любовь меня наделила. Давай же вместе разберем этот мир. Он и так разрушен. И напишем роман из фантазий. Какой нам двоим будет нужен. С взмахом пирает. Пусть путь находит свою заблудившую душу. В мире возможностей бескрайне узреть. А этот особый день тебе пора. В конце концов, мне все хорошее должно заканчиваться. Реально так будет до бесконечности сидеть с ней. Надеюсь, она тебе понравилась. Я всегда вкладываю частичку в душу свои стихи. На самом деле, все написанные мои стихи были об осознании моего положения. Или о тебе. Поэтому я никогда не хотела особо вдаваться в детали. Она действительно удалила эти файлы Рили. Рили. У меня Моника и Сайори. А что Моника такая жирная? 135 колобайт. А ничего нового не появилось? О! Ушли эти файлы, которые... Стихи мы читали. Их нету. Детали. Я не хотела, что называть, сломать четвертую стену. Просто я решила, что лучше всего быть частью игры, как и все остальные. Что это поможет нам в итоге быть вместе. Я не хотела портить табу все в этом духе, понимаешь? Слог на меня рассердиться. Могу даже удалить файл моего персонажа, если захотелось бы за меня. Короче, она хочет, чтобы я удалила файл моего персонажа. Ну, окей. Я удалю, допустим. Допустим. И что? Тогда будет игра заново? Просто я... Я знаю, что игра меня на это провоцирует. Я понимаю это. Я понимаю, что она пытается сделать так, чтобы я это сделала. Потому что она мне, в принципе, писала, удали ее, удали. Я просто не понимала, кого удалить. Натсуки и Юрия. Мне казалось, Юрию надо удалить. В итоге я поняла, что Монику, но... Она меня на это провоцирует. И, блин, мне так не хочется ей подчиняться этой твари. Блин, не могу прям... Но, с другой стороны, меня игра дальше не пускает. Мы будем так до бесконечно сидеть. Естественно, что нам будет дальше говорить. Ну, давай чуть-чуть еще попробуем. Боже, мне так полегчало. Теперь мне нужно больше никаких секретов. Блин, ты готов пройти с вами вечность? Столько всего, о чем я хотела бы с тобой поговорить. Так, с чего начать? Мне нужно некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Так что с ранее прошу прощения. А то у меня всегда будет новая тема для разговора. Пока мы можем просто подбываться друг на друга. Вот так. Офигеть. Хотя можно очень даже миленько сидеть друг напротив друга все время. И так вот смотреть. Почему бы нет? Давненько я уже кое-чего не говорил. Так что пора вспомнить былое. Вот тебе писательство. Вот тебе писательство с моим творчеством. Говорят, что это вроде у меня бы никогда так не получилось. Ты знаешь, на самом деле мне очень печать эти слова. К человеку, который больше всего любит делиться радостью, открытием новых горизонтов своего творчества. Мне больно, когда люди считают, что кому-то просто повезло, и он талантлив с рождения. И это относится вообще ко всему, но не только к писательству. Когда ты делаешь что-то впервые, скорее всего, ничего путного не выйдет. Тогда, когда ты заканчиваешь работу, навернуешься к работе, через несколько недель ты уже видишь все эти недостатки. Все это происходит постоянно. Ты можешь испытывать очень горькое зачарование, вложив уйму усилий во что-то, чтобы в результате знать, что получилось для бедей. Но это происходит постоянно, когда ты сравниваешь себя с профессионалами. Когда ты стремишь натянуться до звезд, и всегда будут оставаться не твоей досягаемости, понимаешь? Смысл в том, чтобы продвигаться вперед небольшими шагами. Как только достигнешь первого важного рубежа, надо оглянуться и посмотреть, сколько ты уже прошел. Затем посмотреть вперед и оценивать, сколько тебе еще предстоит пройти. Поэтому иногда полезно понизить планку. Найти что-нибудь, что считаешь достойным вызовом. Но не нечто мирового уровня. И ты можешь сделать это своей личной целью. Также важно понимать объем работ, который тебе предстоит выполнить. Попытавшись вводить на себя огромный проект, будучи новичком, ты никогда его не закончишь. Написание романа может стать неспасивной задачей, если у тебя нет опыта. Так почему бы не начать с коротких историй? Лучше коротких рассказов то, что ты можешь сосредоточиться на том, что хочешь сделать правильно. Это касается всех маленьких проектов, ты концентрируешься на важнейших вещах. Ты приобретаешь полезный опыт и делаешь шаг вперед. Еще кое-что. Сочинительство – это не просто прислушаться к своему сердцу, чтобы в итоге написать нечто прекрасное. Точно так же, как и в живописи или музыке, тебе придется развивать свой навык, чтобы правильно выразить то, что у тебя внутри. Это значит, что сперва придется положиться на методики, руководства и основы. Чтение, обучающие литературы, по-моему, это такое тебе, глядь, новая вещь. Я уже устала читать. Планирование и организация работы позволяют тебе избежать завала и дойти до конца. Ты не заметишь, как мало-помалу будешь становиться все лучше и лучше. Ничто не приходит просто так. И наше общество, и наше искусство построены в тысячелетиях человеческого развития. Если ты возьмешь этот принцип на вооружение и будешь постепенно продвигаться к своей цели, ты тоже сможешь творить удивительные вещи. Это был мой совет на сегодня. Спасибо за внимание. Ждем. Лапушка. Ждем, что ты скажешь еще. У тебя когда-нибудь было ощущение, что ты тратишь на интернет слишком много времени? Соцсети могут стать у тебя практически тюрьмой. Каждый раз, когда у тебя появляется несколько свободных секунд, ты бежишь на свои любимые сайты. И вот не успела ты опомниться, как провела там уже несколько часов, не вынеси из этого ничего полезного. Конечно, легко обвинять себя в лени. Но нельзя сказать, что это полностью твоя вина. Зависимость. Это не то, что можно вот так просто заставить исчезнуть одним усилием воли. Тебе придется применять свои методы и приемы, чтобы ее побороть. Например, есть приложение, позволяющее блокировать сайты на определенный промежуток времени. Или же ты можешь поставить себе особый будильник, который может напоминать тебе, когда можно поиграть, а когда нужно поработать. Как вариант, ты можешь создать себе игровую или рабочую обстановку, чтобы помогать мозгу, соответственно, перестраиваться. Поможет даже создание отдельного пользователя на компьютере для работы. Ага, если бы я его сделала и назвала работой, ты бы сказала, что меня зовут работа. Если ты вобьешь клей между собой и своими плохими привычками, ты в итоге избавишься от них. Только не забудь, не будешь чрезмерно самокритичен, если у тебя есть такая проблема. Если зависимость сильно влияет на твою жизнь, тебе следует отнестись к ней со своей серьезностью. Я просто хочу, чтобы ты был самым лучшим вариантом самого себя. Какая ты прелестная. Ты сделаешь сегодня что-нибудь, чтобы я тебя гордилась? Всегда буду за тебя болеть, Дэйв. Спасибо. Но она права. Она права. Конечно же, я не могу с ней в этом спорить, потому что она говорит чистую правду и... Ну как с ней спорить? Дэйв, ты веришь в бога? Оооо, бомбезная вот эта темочка, я скажу тебе, Моника. Окей. Я вот никогда не была уверена на этот счет. То есть, когда была ребенком, я, конечно, не задавалась таким вопросом. Зачем старше я становилась, и чем больше я познавала мир, тем актуально для меня остался этот вопрос. Я спрашивала себя, почему Бог помогает людям сдавать экзамены, не свящиваться от простуды, в то время как некоторых детей продают сексуальное рабство. Или пока 800 миллионов человек в мире, не хватая денег, даже на еду. Всегда думала, сколько этих людей каждый день молятся Бога, до тех пор, пока они будут голода. Или сколько миллионов семей молятся, чтобы дорогой им человек оправился от неизлечимой болезни. Но вот в чем парадокс. Если вдруг на тысячу умерших одному повезет, и он выживет, то вдруг начинают называть Божьим чудом. В целом бы я встретиться с этим Богом, который, кажется, насмехается над всеми теми, кто не из достойного чудес. Слушайте, я бы поняла такую вещь, что мне нравится Монику. Эта стерва мне нравится. Я бы так с ней посидела, поговорила даже в реальности. Все-таки она сумасшедшая, но неплохая. Мне кажется, она гораздо умнее всех остальных в этой игре. Блин, я что, влюбилась в Монику? Ну, капец. Знаешь, я даже не хочу, чтобы ты ее удалял. Мне она тоже что-то это... Хорошо съедиться, хорошо говорим, серьезно. Однако довольно иронично, что у меня такой... Что у меня сама действительно есть создатель. Хм. И знаешь, что я думаю? Могу поспорить прямо сейчас. Он смеялся с несчастными судьбами Саэрия и Юрия. Что с Нацики? Кто мы для него, как не куклы, заранее прописаны в спектакле? Так что, с этой точки зрения, думаю, вполне можно допустить мысль, что бокс существует. В случае, если семья была бы не более, чем его игрушка. Окей. Дорогая. Что ты мне расскажешь? Не, она... Вот с этими словами она начинает мне нравиться, потому что она действительно интересная персона. И действительно интересно говорить. И... Ну да. Мне нравится ее мир. Он своеобразный, он жестокий. Она убила двух людей. Ну, я считаю, что убила, да? Хотя это технический суицид. Но она довела ее до самоубийства. И она жуткая, но... Блин, она, конечно, злой гей. Я представляю, сколько романтичными вещами могли бы заняться, если пошли на свидание. Не хочу тебя разочаровать, но у меня есть парень. Ну, допустим. Могли бы пообедать, посидеть в кафе. Пойти вместе за покупками. Окей. Я люблю выбирать юбки, бантики. Или в книжный магазин. Бросаю парня. Ты мне тоже нравишься. Подходящее место. Согласен. Она душка. Она душка. Она просто солнышко. Пойдем и на шопинг, и в магазин книжный. Блин, я ее обожаю. Это с превеликим удовольствием сходила бы в кондитерскую. В кондитерскую не надо. Разжиреем. У них столько бесплатных образцов. Ахаха. И разумеется, потом мы пошли бы в кино. Боже, это выглядит как настоящее воплощение мечты в реальность. Когда ты рядом, мне не весело, что мы бы не делали. Это кажется, что я твоя девушка, Дэйв. Ты, вероятно, будешь мной гордиться. Книжный. Эхе-хе, Юрий однажды такую шутку выкинул. Это будет бесконечно, да? Мы как-то сидели в клубе, расслаблялись, болтали, как обычно. И тут Юрий словно из ниоткуда вытаскивает маленькую птулку вина. Юрий. Я не шучу. Она такая, вина кто-нибудь хочет попробовать? Натски громко захваталась, а Юрий стала отвечать на нее. Мне стало даже жаль ее, ведь она старалась быть милой. Думаю, после этого случая она стала еще более замкнутой. Хотя, мне кажется, что Натски было любопытной. Она была бы не то, что попробовать. Если уж совсем откровенно, я тоже. Было бы довольно забавно. Я хочу сетку подругу! Ёпки, где ее найти, реальную Монику? Не, опять-таки, она жуткая, она доводит до самоубийства. Но сейчас она вообще солнышко-лапушка. Господи, я хочу с тобой дружить. Ты ведь понимаешь, президентская ответственность все-таки. Я не могла такое позволить. Может, если бы мы встретились где-нибудь за пределами школы, но до этого наша дружба не дошла. Господи, зачем я обо всем этом разговариваю? И не одобряю пить спиртных напитков несовершеннолетним. То есть я и сама не выпивала никогда, так что вот. Но ты можешь свободно игру вырубить. Без сохранений. Да? Она все равно точно не будет. Че, Рилли? Рилли? А если я все потеряю, нет? Прикольно. Так может, ты ее оставить здесь и сейчас к ней прийти? Хочешь, проверь. Она не будет на меня ругаться? Мне кажется, она будет такая, типа, «Эй!» Выхожу-выхожу снова. Сейчас. Хей-хей, Моника, хей-хей, Моника, хей-хей, Моника, хей-хей, Моника, хей, баде, Моника. Оу. Прямо она так сходу? Женщина. Че ты меня так пугаешь? Опять она меня испугала. Я думаю, там сейчас будет заставка, менюшка, нихрена сидит. Ты вернулся. Я вернулся, да. А мне снова приснился кошмар. Это ведь не твоих рук дело, правда? Нет. Кажется, это происходит каждый раз, когда ты выходишь из игры. Если ты сможешь как-нибудь без этого обойтись, будут тебе очень признать. Сори. Не беспокойся, никак меня не травмируют, разве что психологически. Тогда уж больше. Я буду в порядке, пока не поврежден файл моего персонажа. Прихватит мне подмекать. Так, на чем я остановилась? Ну что? Удаляю Монику. Не знаю, что будет. Мне кажется, нам будет сейчас... Не знаю, мне кажется вообще, что она не удалится и скажет, что ха-ха-ха, я вирус, я буду жить вечно. Но, прости, Моника, действительно, с тобой болтать 4 часа, я была бы рада, но такое дело. Пойдем удалять тебя, Моника. Ха-ха-ха, характер с... У меня опять-таки там Сайори почему-то висит. Ну ладно. Моника. Ну, стрёмно как. Ладно. Ладно, Моника. Просто, просто что я не вру, хорошо? Сейчас. Я не вру. Я не вру, окей? Окей. Вот, вот. Ха-ха-ха, характер с Моникой удалить. Я не знаю, что будет, у меня Сайори осталось. И выиграю обратно. Мне кажется, она сейчас ухо разнос устроит нам, пипец. Окей. Типа мы ее так удалили. Что происходит? Да и что со мной творится? Мне больно. Мне так больно. Помоги мне, Дэйв. Прошу, скорее спаси меня. Сори, Моника. Помоги мне. Такого-то прикола у нас. Теперь вообще никого не осталось в игре. Дэйв, это ты со мной сделал? Ну, как бы, да. Это был ты? Короче, я теперь предатель великий. Ты ударил меня. Не вини меня, ты слишком долго тут ходила бы. Величины. Просто не надо быть такой трендючей. Как ты мог? Как ты мог поступить так со мной? Ты был единственным, что у меня осталось. Я все принесла в жертву, чтобы мы были вместе. Все. Я так сильно любила тебя, Дэйв. Я доверяла тебе. А ты просто хочешь издеваться надо мной? Прекрати. Смотреть на мои страдания. Ты лишь притворялся добрым, чтобы причинить мне еще большую боль. Почему-то, когда удаляли Сайори или Юрии, или Нацики, они так долго не трендили. Я и представить себе не могла, что кто-то мог бы поступить со мной так жестоко, как ты. Ты победил, доволен? Мухлюй, да? Победа за тобой. Ты всех убил. Я? Я? Женщина? Алло. Надеюсь, теперь ты счастлив. Больше ничего не осталось. Можешь закрывать игру. Иди ищи новый объект для издевательств. Я закончила игру? Это было изи. Дэйв, меня от тебя тошнит. Прощай. И? Чего? Я все еще люблю тебя. Да уходи уже. Я ничего не могу с собой поделать. Что со мной не так? Что у меня такого, что ты так сильно меня ненавидишь? Мои друзья, я сделала столько ужасных вещей. Поступила так отвратительно и эгоистично. Я? Мне не стоило так поступать. Раскаяние в конце. Миленько. Все, что я делаю, разрушаю мир, которому даже не принадлежу. Этот мир, в честью которого ты хотел стать. Я все разрушила. Наверное, поэтому ты решила меня удалить. Ведь я уничтожила все, что ты хотел. Как я могла так поступить с тем, кого люблю? То есть я себя чувствую виноватой. Это не любовь. Это... Не так всегда будем по полчаса ждать. Я приняла решение, Дэйв. Не знаю, я сказала, что все удалила. Но в самом деле я несколько преувеличила. Я не смогла заставить себя это сделать. Пусть даже они не были настоящими. Все же они мои друзья. И я всех их любила. Как и литературный клуб. Я действительно любила литературный клуб. Поэтому я собираюсь все исправить. Я знаю, что это единственный способ сделать всех счастливыми. Если я и правда люблю тебя... То тогда... Вся она удалилась. Серьезно? В смысле? Они реально есть в папке той, да? Сейчас. Она их восстановила? Сейчас проверю. Прикол. Реально. Реально, реально. Нацики, Сайори, Юри. Моники нет. Окей. Окей. И что это будет, если мы сейчас начнем новую игру? Интересно. Кстати, вроде как Юрия можно было спасти. О, спасибо. Спасибо. Я теперь еще убийца Юрки. Класс. Шикарно. Я теперь... Да ё... Вот если можно себя чувствовать еще хуже, чем я... Вот я не знаю. Молодо, что удалила только что Монику, которая, в принципе, ну... Блин, ну нормальная она девчонка. Просто слегка переборщила с убийствами. Вот. Так я еще Юру могла спасти. Ну, хоть Сайори, наверное, не забыла спасти. Ладно. Новая игра. Мне просто интересно. Так. Сейчас мы должны, по идее, встретиться с Сайори. Дойти до класса. Она нас пригласит в литературный клуб. Литературного клуба не должно быть. Ведь его Моника организовала, правильно? Так. Ничем и примечательнее будет не идти. Похожа на любой другой. Как обычно, меня окружает идущий балабан. Я тоже что-то познакомлюсь с девушками. Эй, Дэйв. Сайори. Что же одна девушка уже есть? Ее зовут Сайори, она моя подруга. Круто. Так. Дэйв, ты мной гордишься? Разве так она говорила в первой части? Эй, а из чего бы? Ты что, не заметил? Я стала просыпаться вовремя. Заметил ты это уже давно это делаешь. Эй, хе-хе. Но ты ни разу так об этом ничего не сказал. Хотя мы каждый день вместе ходим в школу. Ну да, я всегда думала, что это подразумевается. Мне неловко говорить об этом вслух. Ну же, пожалуйста. Это отлично мотивирует. Ладно, ладно. Я горжусь тобой, Сайори. И хе-хе. Мы перешли улицу и направились к школе. По мере побежения в школе улицы все больше запланились с другими учениками, совершающими свое ежедневное паломничество. Кстати, Дэйв, ты уже решил, как вы вступишь в клуб? Клуб? Все-таки клубей, да? Я уже говорил, у меня клубы... Я уже хотела выдать свою излюбленную фразу, что клубы меня не интересуют. На что ты мне подсказала, что сейчас Сайори может на это особенно сильно обидеться? В конце концов, как я могу сказать ей, что клубы это пустая трата времени, когда она решила создать свой собственный... А-а-а... Ясно. Вообще-то да. Думаю, я приняла решение. Серьезно? И какое же? Скажи, скажи. Хм... Пусть это будет сюрпризом. Прикольно теперь Сайори... Президент. Прикольно. Бу-у-у. Редиска. Прояви терпение, а скоро ты все узнаешь. Я задалась вопросом, почему позволяю отчитывать себя столь беспечной девушке. Я начал понимать, что в некотором роде ей завидуют. Когда Сайори ставит себе цель, она способна на великие дела. Поэтому я чувствую, что должен сделать для нее что-то особенное. По идее, кстати, если девчонки восстановились, Сайори и Юринацки, и их невозможно было удалить, то и Монику невозможно удалить. И она где-то еще здесь. Ну, такое предположение, конечно. На занятия проходили как обычно, я даже не заметил, как они прилетели. Сложив вещи в коктейль, я собрал в кулак всю свою мотивацию и встал. Что ж, посмотрим. Тут и другу. Я вспомнил номер комнаты, который видел на листовке. И не спеша пошел по школьным коридорам и лестницам. В этом крыле, отданном под учебный класс, третий годок и клубной комнатой я бывал нечасто. Не успела я помнить, как уже стояла перед нужной комнатой. Я робко открыл дверь. Здравствуйте. Ах, Дэйв, что ты тут делаешь? Ну, я просто... Э, я ввел комнату взглядом. Нацки? Ааа, так ты и есть тот самый Дэйв, которым совет твердит безумолку? Спасибо, что сразу не послал меня нахрен, как ты да любишь делать нацки. Ой, спасибо, что задвинул. Рада знакомству, Дэйв. Мы все состоим в цитатурном клубе. Надеюсь, тебе тут понравится. Да ладно тебе, Юрий. К чему такой официоз? Вдруг он подумает, что мои фразы такие строгие или типа того. Строгие. Нацки прям видно, что она сама строгость. Ах, прости, Нацки. Самая высокая девушка, которую зовут по видимому Юрия, в смысле по-видимому, выглядит довольно застенчивой. В смысле по-видимому. По сравнению с ней, девушка по имени Нацки во прикосновом росту и кажется весьма напористой. Так вот он знает. Нам приятно познакомиться. Буду рад вашему обществу. Нашему обществу? Дэйв, только не говори мне, что ты... Верно. Клуб, в который я решил вступить, твой клуб Сайори. Не знаю, я бы сейчас... Где это? А, вот. Сейчас. Секунду. 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 Креща. Клуб, в который я решил вступить, твой клуб Сайори. Мне вот так это представляется. Не спрашивайте, что у меня тут делают штуки эти. Литературный клуб. Мы за Сайори загорелись. Не может быть. Не может быть. Ахаха. Она обхватила меня руками и запрыгала часть. Эх. Эй. Эх-хе-хе. На разу Сайори так радуется. Я уверена, что будет неплохо, если ты к нам присоединишься. Не говоря уже о том, что нас теперь четверо. Это означает, что мы можем стать официально зарегистрированным клубом. Интересно, а есть неофициально зарегистрированные? Ну, то есть неофициальные подпольные литературные клубы. Как бы это тупо не звучало. У меня нет слов. Это надо отметить. Эх-хе-хе. Отметить. Какой-то я еще для этого день. Не правда ли? О, я помню, нам же Моника говорила о случае, когда Сайори или Юри кто-то, короче, бутылку винчика припер. Точно, я помню. Ага. В конце концов, Нацки решила, эй, не порти сюрприз. Еще один сюрприз. Эх-хе-хе, прости. Садитесь, пожалуйста, за стол. Тогда, может, я заварю побольше чая. Сколько можно с этим чаем. Девушки дунули скрепарт, чтобы сделать большой стол. Нацки с Юрием направились в угол комнаты. Там Нацки взяла накрытый скатерть в поднос, а Юрия открыла кладовку. Эта кладовка, она меня не всегда нервничает. Все еще чувствуя себя не в своей тарелке, я присела рядом с Айорием. Нацки гордели его, прошествовав к столу с подносом в руке. Так, вы готовы? Господи, если мне наконец-таки покажут эти кексики, я буду очень рада. Потому что всю игру они так и не удосужились их показать. Та-дам! Ого! Нацки откинулась Катя, а с поднями оказалась дюжина белых пышных кексов в форме котят. Усики были нарисованы глазурью, а кусочки шоколада образовывали ушки. Как мило! Ух ты, выглядит потрясающе! Эх-хе, ну знаешь. Короче, поторопитесь и ешьте уже. Что-то Нацки довольно-таки такая вот как-то веселенькая, даже приятненькая. Первый кекс в Ласайори, я последовала ее примеру. Как вкусно! Время мило Сайори с набитым ртом, она уже успела вынести лицо в глазурь. Я повертел кекс в руке, присматриваясь, с какой бы стороны его откусить. Нацки затихла. Я не мог не заметить, как она украдкой бросала вгляды в мою сторону. Она ждет, когда я попробую. Наконец-то я откусил немного. Мне интересно, когда начнется, если начнется, что-то, что-то странное. На каком моменте милоты нас прервут? Опять-таки, если прервут. Глазурь сладкая, с богатым насыщенным вкусом. Интересно, сама ли она ее приготовила? Очень вкусно. Спасибо, Нацу. Хорошо, что Нацуки не принесла торт, а Юрия не стала его резать. Кошмар какой. Она аккуратно расставила перед нами чашки, чайник разместила рядом с подносом. Ты хранишь весь чайный сервис в классе. И волнуйся, мы получили разрешение от учителей. В третий или четвертый раз эту фразу читают. И потом горячая чашка чая помогает насладиться хорошей книгой. Книгой, согласен? Ага, пожалуй. Ахе-хе, ты уже пытаешься провести впечатление нашего нового члена, Юрия? Я? Я вовсе не. Юрия обиженно отвернулась. Я просто хотела сказать, то есть, я согласен с тобой. Хоть для меня ни чтение не является любимым древеопрепровождением, чаем я всегда непрочно сладиться. Я рада. Юрка едва заметно улыбнулась, и она почувствовала облегчение. Слушай, Дэйф, а что ты обычно читаешь? Тебе третий раз сказать, что мангу? Ну, эээээ, учитывая то, как мало я читала в последнее время, у меня такой вопрос встал в тупик. Мангу. Третий раз. Третий раз в своей жизни я говорю тебе, что читай мангу, а ты все никак не запомнишь. Прямямил, я про себя как бы в шутку. Нанский друг резко дернул головой. Похоже, она хотела, что сказать, но так и не решилась. Видимо, ты и... Ай, я начну заикаться. Ты ноги тебе, блин. Видимо, ты не из книголюбов. Ну, я могу измениться. Что я несу? Я выпил это неподумок, только увидел печальную улыбку Юрки. А что насчет тебя, Юри? Надо подумать. Юрия провела пальцем по краешку чашки. Больше всего я люблю романы, в которых описываются глубокие, сложные фантазийные миры. Искусственные описания. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Простите, сколько можно это читать? Ну, вообще-то мне много чего нравится. Не переживай, если ты не так уж много читаешь. Ладно? Наверное, мы сможем найти то, что нас объединяет. Эй, Юрия! А? Ну, об этом знаешь первое, что он сказал? Манго? Да, верно. Нацуки, как правило, читают в Кубе Манго. И не болтай, когда не просят. А, в прошлый раз ты Маникой говорила. Нацуки почему-то выглядит смущенной. Кроме того, Манго тоже литература, как ни крути. Поэтому, если Дэйв захочет взять что-нибудь почитать с моей Манги, не вздумай ему мешать. Нацуки, я бы этого не сделала. Тем не менее, было бы неплохо развиваться несколько более разносторонним. Он может воспользоваться этой возможностью, чтобы пробовать что-нибудь новое. Ты не против, Дэйв? Может, подпруг на Манго Сайюри, почувствовав нарастающее напряжение. Может, нам всем попробовать что-нибудь новое? Стих написать, да? Думаю, это будет интересно. Ах ты, черт. Антесники у них стихи, живут мои, да? Все мы немного лучше узнаем друг друга. Я хочу сказать, для этого литературные клубы и нужны, верно? Я ей не против. Ага. Ты, как всегда, права президент. Ихихе. Значит, ты должна прочесть роман или что-то типа того, да? Что ж, нас уже двое. Я не против заняться этим, если будут сделать не один. Че, не стих? Нет. Что же касается Юрия, а? Я должна читать Манго? Боже. Это ведь ты предложил нам всесторонний развивок. Я только ты попал. Тебе стоит быть менее консервативной. Это даже немного обидно. Обидно? Я не понимаю. Юрия задумывалась виноватым выражением лица. Че происходит? Где стихи? Прости за неуважение к твоему хобби, Натсуки. Если ты... Если это так тебя увлекает, я уверена, что это заслуживающий внимания в тиратурный жанр. Что это заслуживающий внимания в тиратурный жанр. Ты это просто так говоришь из вежливости? И чуть-чуть ругаться начнется еще. Нет. Я осознала свою ошибку. Поэтому, если ты готова попробовать почитать роман, я буду признательна, если ты подберешь мне какую-нибудь мангу. Они меня ругаются. Правда? То есть, я очень рада, что ты меня об этом просишь, Юрий. Прикольно. Как отсутствие одного человека может вообще поменять мир? Я не думала, что их настолько Моника может что-ли, ссорить как-то. Хотя, причем здесь Моника, если до этого они так между собой разговаривали. Просто, может быть, первоначально как-то друг против друга были настроены. Доверься мне, и я подберу для тебя то, что действительно тебе понравится. Взаимно. И, возможно, после кого пойду в книжный. Ты пойдешь одна? Ах, ты хотела бы составить компанию? Нифига себе, подружки. Ну, если ты не против... Ну, что происходит? Верните Монику, вы что такие все дружелюбные? Нет, конечно, нет. Просто я всегда ходила туда одна, так что... Да, я тоже. Как это мило. Я что-то сама сейчас помру в мелоте. Саюри, заткнись. Окей. Пришла-мушла, господи. Давай мы тоже покажем тебе кое-какую Монгу, хорошо? Да. Жду с нетерпением. Натска и Юрия начали убираться с стола. И хе-хе. Что ж, на сегодня наша встреча закончена, да? Да, похоже на то. Приятно видеть, как все лазят. Правда же, да? Ну, вообще-то да. Ну, что-то напрягает, Саюри. Ты от меня что-то скрываешь? Мне кажется, ты им понравился, Дэйв. Думаешь? Я нам с тобой, Саюри, все выглядит немного более счастливыми. Ой, Дэйв, не заставляй мне краснеть. И тем не менее, я был крайне удивлен, когда рассказала, что решила открыть свой клуб. Но думаю, ты отлично справляешься. Мы собираемся сделать наш клуб лучшим. Раз уж ты к нам присоединился, у нас будет еще веселей. Ой, спасибо, конечно, я бы на это не рассчитывала. Слушай, Дэйв, я правда хочу тебя поблагодарить. Я хочу сказать, что это действительно здорово, что ты присоединился к нам и все такое. Но на самом деле я знала, что так поступишь. О, да ладно. Ты так удивилась. И хе-хе. И еще кое-что. Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты избавила нас от... Так, стопэ. Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты избавила нас от Моники. Ты откуда знаешь? Ну, пипец. Ты чего? Сайери, ты прикалываешься? Да, верно. Я знаю все, что она сделала. Офигеть. Офигеть. Может быть, это потому, что сейчас я президент. В смысле? Сейчас Сайери могут такую фигню творить? Но я действительно знаю все, Дэйв. И хе-хе. Я знаю, как ты изо всех сил старался сделать себя счастливыми. Я знаю обо всех ужасных поступках, которые совершила Моника, чтобы заставить всех грустить. Так, спокойно. Ну, все, это больше не важно. Там было написано, теперь остались столько, что? И ты сделала меня самую счастливую девушку на свете. Блин, это что, проклятие президента клуба? Стрюм какой. Сайери, только не говори, что ты сейчас как Моника будешь. Я не могу дождаться каждого нового дня с тобой. Господи, а если она опять повесится? Нет, хотя... Просто мы какая-то не в себе, мне кажется. Навеки вечная. Блин, я говорила, что это Моника. Она как вирус. Слишком близко отойди. На... Нет. На псев... Да. Нет. Окей. Нет, так нет. Ага. Что происходит? Ей не позволит себе причинить ему боль. А, это, наверное, Моника из типа удаленных... Что происходит? Господи, ладно. Кто? Больно. Ах. Прости, я была неправа. Все же здесь нет счастья. Прощай, Сайори. Прощай, Дэйв. Прощай, литературный клуб. Вот так... Мещишь? Тебе не слышишь? Эй, ты меня слышишь? Ну, не очень. Привет, это я. Помнишь, как я говорила, что практикую все время пианино? Прощай, как я говорила, что я могу показать вам, потому что я работала очень, очень, очень трудно. Так, что я могу показать вам, чтобы показать вам, что я могу показать вам, чтобы показать вам, что я не хотел. Медленько. Очень медленько. Могди-ка. Медленько. То есть... Чего нам давить картинки? Фигеть. О, тут есть картинки, которые не неё. А, тут, наверное, 17 убрали. Меня немножко смущена, если честно. Я реально смущена, потому что концовка это просто удаление всего, то есть ничего, якобы, не существовало никогда, да? Очень мило, очень мило, спасибо, конечно. Не знаю, чем она пьёт. Всё ещё о том, о чём, в принципе, говорила в своих монологах. Да, картинки такие, реально, ты мне не делаешь. Нет-нет-нет. Ой, такую я не видела. С Сайюри же, да? С Сайюри, походу. Ну, да, это Моника. Освою благодарность, Моника, ты! Геймскрипт, типа, удалили. Короче, всё удалили. Сделано с любовью. Спасибо, ребят. Спасибо. Действительно, реально удалили эти файлы, но якобы фейковые. Моя последняя проща литературному клубу. Я наконец поняла, литературный клуб – это не то место, где можно найти счастье. Окей, допустим. До самого конца он передавал невинные умы суровой реальности. Реальности, которые нашему миру не суждено понять. Я не могу допустить, чтобы мои друзья тоже пришли через это адское откровение. Мне хотелось бы поблагодарить тебя за время, проведённое с нами, за то, что ты исполнил все мои мечты, за то, что подружился со всеми членами клуба, и, что важнее, за то, что стал часть литературного клуба. С любовью нам веки, Моника. И тебе спасибо, Моника. Ошибка некоторых, а вы прожилили, а суть перестановится. Миленько. Интересно, действительно это так? Ну, то есть, действительно ли игра повреждается в реальности, что её нельзя потом допустить или что? Да, у меня игра вальтила. Лол. Блин, ну прикольно. Если это концовка, то она справедливая. Надо бы посчитать реально биографию Моники, о чём там пишут, вообще биографию всех ребят, какие-нибудь фишки, отсылки, мне кажется, с ней будет намного понятней. Ну, вообще, реально. Концовка по справедливости. Никаких претензий, в принципе. Игра понравилась, на самом деле понравилась, хотя новеллы я не играла до этого и не очень-то люблю. Читать люблю, новеллы не люблю. Вот. Поэтому, в принципе, мне понравилось, но лучше себе не спойлерить вообще. То есть, я садилась за эту игру, зная, что там будет что-то страшное. Не знала, что именно, знала, что будет что-то страшное, поэтому перенервничала зря. Вот. Надо просто садиться с чистой душой, без страха, без боязни, и тогда будет всё нормально, в принципе. Потому что ничего такого прям жуткого-жуткого там показано не было. Ну, психологически, да, неприятные есть вещи, но, опять-таки, справедливые некоторые. Вот. Поэтому как-то так. Лучше просто садиться, играть. А лучше, не знаю, в одиночестве, что ли. Вот. И зависать с Моникой подольше, потому что Моника крутая. Ну, я обязательно почитаю, о чём я там ещё говорила. А может быть, пройду заново, выбирая только Монику. Потому что мне тоже интересно, что будет, если выбирать только её. Я выиграл, ребяту с Моникой. Продолжение следует...